Краденые шедевры, коррумпированные чиновники, боевики и спецслужбы. Все это не наброски нового голливудского детектива, а новость, попавшая в маховик пропагандистской машины и раскрученная ею до масштабов международного скандала. Ну и теперь о криминальном скандале, который выходит на межгосударственный уровень. Российские мидии ухватились за новость. На востоке Украины всплыли картины с 17 века, еще 11 лет назад, похищенные в Нидерландах. И вот теперь коллекцию будто бы прибрали к рукам то ли добровольческие батальоны, то ли представители новой власти, да еще и требуют выкуп. Коллекция картины 17 века, похищенная из музея в Нидерландах, нашлась на Украине у националистов. Коллекция находится в руках коррумпированных людей из украинской политической элиты. Первыми сообщили о скандале сами голландцы, мол, еще весной в интернете появилось фото одного из 24 украденных полотен. Интерпол не помог, и тогда музей отправил в Украину собственного эксперта, детектива. Специализирующегося на поиске краденных предметов искусств. Он и рассказал, люди, представившиеся членами добровольческого батальона ОУН, требуют за картины более 50 миллионов долларов. Платить музей отказался, ведь это намного больше реальной стоимости картин. Тогда продавцы исчезли из поля зрения. А детектив доложил о результатах своего расследования. Олег Тьянибок, Свобода, Валентин Наливайченко. Источники сообщили мне, что с этим связана националистическая партия «Свобода». Регулярно упоминалось имя Валентина Наливайченко, бывшего руководителя службы безопасности Украины. Я не могу раскрывать детали, но связь между картинами и спецслужбами более чем вероятна. Где картины сейчас, неизвестно. Голландцы платят цену за поддержку Майдана, утверждает спутник. Нидерландские же СМИ полны возмущения. Имидж Украины падает, несмотря на усилия дипломатов. Вы не задаете главный вопрос, кто вообще украл эти картины из музея? Кто ограбил музей? Киев утверждает, что до сих пор не получил официального запроса от голландцев, поэтому международное расследование начать невозможно. Украинские СМИ называют эту историю Армагеддоном и пиар-катастрофой. Про катастрофу для имиджа Украины уже говорить. Прочие миди, европейские и американские, с интересом следят за развитием событий. BBC даже упоминает некий заговор. В следующем году Нидерланды собираются проводить реперендум на счет движения Украины. Идеи конспирологи гадают, может ли весь этот скандал быть планом России, чтобы снизить шансы Украины. Причастна ли Россия к организации скандала настолько же, как и к его раздуванию, неизвестно. Но вот практическую пользу Москва из него может извлечь, даже не дожидаясь референдума. СМИ в Нидерландах уже ставят под сомнение доказательства по катастрофе MH17, те, что следствию передала Служба безопасности Украины, которую теперь обвиняют в причастности к краже картин. Продолжение следует...